В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Конференция района организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания прошла в Видном. Я пообещал ей о том, что вступлю обязательно в профсоюз. Вот вчера я написал заявление и в этом смысле я перенесла. Забыли установить, застройщик дома номер 12 в Бутово парк не обеспечил квартиры необходимым оборудованием. Есть документ. Документ называется положительное заключение экспертизы. Проводил ООО Центр экспертизы. В сквере «Юность» состоялось открытие выставки «Они сражались за Родину». Мы делали выставку, да, люди до последнего момента приносили нам какие-то свои фотографии, какие-то письма. В районном историко-культурном центре прошла отчетно-выборная конференция Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. В ней приняли участие более 40 представителей организации городского округа. Побывала на конференции и наша съемочная группа. Сегодня численность Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания составляет 1525 человек, объединенных в 33 первичных ячейки. В ходе отчетно-выборной конференции председатель организации Ирина Архангельская выступила с докладом, в котором рассказала об итогах работы профсоюзов за 5 лет. Наша главная миссия – это защищать человека от труда, и чтобы сегодня в полной мере соответствовать этому предназначению, необходимо идти в ногу со временем. Необходимо не откладывая активизировать работу, налаживать постоянный диалог в формате «Власть работодателей профсоюза». На конференции также были освещены и многие другие результаты работы. Председатель ревизионной комиссии профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Галина Сухарева рассказала о мерах поддержки членов профсоюза. В частности, она озвучила, что 750 человек получили материальную помощь на 1 млн 557 тыс. рублей. Ревизионная комиссия за отчетный период проверила работу с письмами. Их поступило 8. В письмах члены профсоюза обращались за помощью в решении вопросов социального жилищного характера, в нарушении законодательства при увольнении. На все письма даны исчерпывающие ответы. На отчетно-выборной конференции присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он отметил важность укрепления связей между профсоюзной организацией и администрацией муниципалитета и рассказал о том, что и сам внес свой небольшой вклад в этот процесс. Я считаю, что то, что было отмечено в выступлении Ирины Валентиновны, то сотрудничество, которое есть между профсоюзными организациями и администрацией, оно должно быть, мягко говоря, продолжено. Скорее даже мы должны открыть себе какие-то новые грани. Я пообещал ей о том, что вступлю обязательно в профсоюз. Вот вчера я написал заявление, и в этом смысле я передаю. В ходе отчетно-выборной конференции избирался и председатель Ленинской районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Им вновь встала Ирина Архангельская. Сегодня в рубрике по адресу наша съемочная группа выехала в жилой комплекс Бутово-парк, где у жителей дома номер 12 накопились претензии к застройщику. В квартирах нет полотенцесушителей, неправильно установлена внутриквартирная вентиляция, а в некоторых случаях она и вовсе отсутствует. Люди возмущены, пишут жалобы, но результата нет. В ситуации разбиралась Юлия Погасьян. Вечные вопросы. Кто виноват и что делать? На первые жители дома номер 12 в микрорайоне Бутово-парк ответ знают точно. Застройщик. Ключи люди начали получать в ноябре. Тогда же здесь появились первые жильцы, которые сразу обнаружили отсутствие полотенцесушителей. Есть документ. Документ называется «Положительное заключение экспертизы». Проводил ООО «Центр экспертизы», где как бы русским по белому написано, цитирую, в помещениях ванных комнат, на водопроводном стояке горячей воды устанавливаются полотенцесушители диаметром 32 с сжимом на перемычках. Застройщик ссылается на что? Что есть приписка в приложении, где там отделочная работа, что перечень может быть изменен от делочных работ. Более того, там же написано, что полотенцесушитель относится к сантехническим работам, но никак не к отделочным. Все квартиры в этом доме продавались с ремонтом от застройщика. Что-то изменить теперь невозможно. Привычное техническое окно внутри здесь выглядит немного иначе, чем в большинстве российских квартир. Оно почти пустое. Все трубы холодного и горячего водоснабжения находятся на площадках. Здесь же счетчики и краны. С таким раскладом вывести полотенцесушители в ванные комнаты не получится. Людям остается только устанавливать электрические. Это лишние траты на электроэнергию. А жителям последнего, 25-го этажа, вообще повезло вдвойне. Это окончание стояка отопления. Обслуживание полностью стояка производится из квартиры. Выпускные клапаны, они периодически выпускают воздух, если завоздушивание какое-то в системе производится. Ну и, соответственно, если прочищать, еще что-то делать. Это все из квартиры, о чем нас не предупреждали. Конструкция на самом деле опасна, если в квартире есть ребенок. Дети очень любопытные, могут покрутить, всем это прям хочется. Некоторым собственникам эта конструкция уже успела принести немало бед. Прорвало один из стояков и квартиру затопило кипятком. Ко всем вышеперечисленным проблемам присоединилась и ситуация с внутриквартирной вентиляцией. У одних вместо настоящего трубопровода муляж. Когда сняли решетку, вот такая чудная вытяжка. Труба уходит, гофра уходит и упирается в стенку. И непонятно, как она работает. Это все-таки санузел. Здесь вентиляция должна быть хорошая. У других половина вентиляционной трубы перекрыта натяжным потолком. Отсутствие циркуляции воздуха в квартирах приводит к образованию грибка на стенах. Дышать людям нечем. Приходится постоянно держать окна открытыми. Каждую ночь я встаю по несколько раз, открываю проветривать. Потому что воздух просто заканчивается. Несмотря на то, что 56 квадратов, то есть я открываю во всех комнатах двери, воздух у нас заканчивается. Перед сном я всегда проветриваю. Проветриваю подолгу, чтобы кислород был. И все равно у меня ребенок начинает ворочаться. Мы просыпаемся там все от недостатка кислорода. По санитарным нормам и строительным нормам в каждой квартире должна быть рабочая вентиляция. Притока вентиляции нет. Соответственно, в квартирах после этого образуется плесень, грибок, нарушение всех санитарных норм. То есть жителям просто жить даже небезопасно в таких условиях. Тем более маленькие дети. Одна проблема на всех заставила новоиспеченных соседей сплотиться и начать бороться с бессовестным застройщиком. Люди написали коллективную жалобу в прокуратуру, но результата это пока не дало. Прокуратуру, скорее всего, ввели в заблуждение, так как прокуратура, следовательно, по нашему запросу начала проводить проверку и прислала нам такой ответ. Отклонение от проектной документации главным управлением не выявлено. Внутренняя отделка квартир не предусматривалась. И это в то время, когда квартиры застройщик продавал с отделкой. Собственники намерены бороться до конца. К ситуации подключился депутат по данному округу, который проблему теперь будет держать на контроле. Юлия Погайсян, Евгений Садовский, Елена Кошелева. ВиднетВ. Госавтоинспекция Московской области в период с 3 февраля по 12 апреля 2020 года реализует социальный проект «Маленький пассажир. Большая ответственность». Его основные задачи – информирование взрослых участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил при перевозке детей в автотранспорте. А также о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. В Ленинском городском округе разработан комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. Особенно актуальны такие рейды в дни школьных каникул. Обратите особое внимание на своих детишек, чтобы они не находились вблизи проезжей части. Также напомнить хотелось бы о правильном переходе проезжей части. Соответственно, переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, либо по регулируемому пешеходному переходу светофорами. Кроме того, 16 февраля в городе Видное на пересечении улиц Школьная и Старонагорная сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Нетрезвый водитель». В течение двух часов инспекторы проверили на предмет алкогольного опьянения 81 автомобиль. В ходе рейда не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. В данной акции мы призывали автоводителей быть предельно внимательными, не употреблять спиртные напитки за рулем. Хотелось бы обратиться к водителям, быть предельно внимательными также. При употреблении спиртных напитков лучше воспользоваться услугами трезвого водителя и, соответственно, беречь себя и близких. Такие рейды проходят на постоянной основе в целях выявления граждан, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наши земляки, участники битвы за Москву, Сталинградского и Курского сражений, пехоты, артиллеристы, летчики, медики – все они герои новой фотоэкспозиции, расположившейся в Видновском сквере «Юность». На открытии выставки «Они сражались за Родину» побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Екатерины Борисовой. В сквере «Юность» открылась новая экспозиция «Они сражались за Родину». На 48 фотоколлажах представлены основные битвы той страшной войны. Их герои – наши с вами земляки. Пехота, моряки, летчики, танкисты, связисты, медики – все они встали на защиту Родины и смогли отвоевать для нас, потомков, мирное небо над головой. Новая экспозиция подготовлена сотрудниками районного историко-культурного центра совместно с жителями Ленинского городского округа. Все фотографии люди приносили сами, либо их родственники приносили сами. Таким образом прогровался фонд историко-культурного центра. До последних дней мы делали выставку, люди до последнего момента приносили нам какие-то фотографии, какие-то письма. На выставке представлены портреты всех героев Советского Союза, которые так или иначе связаны с Видным и Ленинским городским округом. Причем в небольшой справке указано, за участие в какой именно битве ему вручили звезду героя. Маркин, опять-таки Сергей, который был танкистом, который был тяжело ранен в танке, и он сумел выбраться из танка, и уже умирающий на броне своего танка написал, «Смертельный раненый, я умираю, моя родина, партия победят». На открытии экспозиции присутствовали дети ветеранов, которые бережно хранят военные воспоминания своих отцов и матерей. Отец Татьяны Григорьевны Пескуновой, будущий строитель московского коксугазового завода Григорий Васильевич Семенов, во время войны служил в танковых войсках, был два раза ранен, но выжил и дошел до Берлина. Под Берлином он был ранен второй раз уже, вот здесь 9 мая, под Ристагом, вот как раз его, просто фашисты, они закрыли свои пушки, и папа не видел, они подбили папу танк, но папа успел раздавить одну пушку. Дочь Егора Никифоровича Подчипаева, любовь уверена, ее отец, служивший в морской стрелковой бригаде и получивший сильнейшие ранения осколком снаряда, в Польше в 1944 году выжил благодаря святому письму, которое солдаты переписывали друг у друга и хранили в нагрудном кармане. Это очень тяжелые были гангрены, делали 4 раза пересадку кожи на ноги, и в общем никак все это не прирасталось, и он лежал в двух госпиталях Польши и в двух госпиталях России. Оценить экспозицию в сквере «Юность» можно до конца февраля, после выставка отправиться в путешествие по видновским школам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok